Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агронол Ломонос Петр. Разговор в сегодняшнем выпуске нашей передачи пойдет о такой культуре, как баклажан. Культура южная, хорошо уже прижилась в наших огородах, но каждый год ее больше и больше выращивают огородники. Она не является новинкой, но тем не менее вопросы по этой культуре, по ее выращиванию у наших огородников как бы остались. Давайте вместе будем разбираться. Ну, во-первых, начнем с того, что баклажаны по цвету бывают разные. Они бывают белые, бывают черные, сейчас уже выведены даже оранжевые баклажаны. То есть окраска этих плодов, этих растений очень-очень разнообразная. Ну, по вкусу эти растения можно сравнить, конечно, с грибами. Они как грибы, но их тоже богатый химический состав, много полезных веществ. Они очень оздоравливают организм, выводят различные злаки. Именно поэтому они популярны среди наших огородников. Выращивая эту культуру, многие заметили, что семена баклажанов сходят долго и трудно. Три недели, а то и 21-25 дней, если посеять с ухими семенами. То есть долго-долго всходят. Как ускорить? Ускорить семена надо только таким способом, что их надо прорастить. А прорашивать семена баклажанов надо в растильне. Ну, что растильня? Одну растильню я вам показал, что это берутся тарелочки, заставляются в пакет. Но такую растильню можно держать только где-то на столе, но ни в коем случае не на батарее, потому что она быстро просыхает. А вот если у нас люди заняты, нам не всегда хватает времени, мы можем сделать такую более долгоиграющую растильню. Такая более долгоиграющая растильня, что будет представлять? У нас у всех есть банки. Вот такие баночки полиэтиленовые, это не проблема, они сразу разные. Значит, такую баночку, что мы сделаем? Мы вырежем кружок. Ну, кружок, как я говорил, мы можем взять любое бумажное полотенце, вырежем кружочек по размеру этой баночки. Вот. Потом мы ложим тарелку. Тарелку можно брать, чтобы зашла. Ну, конечно, можно подобрать тарелку с более широкой. Если у вас много семян, значит здесь, чтобы это была более широкая часть. Потом укладываем бумагу, положили бумагу. Ну, и вот дальше мы будем наливать воду. Видите, наша бумага как там хорошо намокает. Бумагу наливаем в воду, не жалеем, потому что эту конструкцию мы будем держать. Значит, как бы запас у нас есть, семена наши будут, эту конструкцию мы будем ставить на батарею, которая есть у нас в доме. Вот. Значит, потом насыпаем сюда, наверх, семена. Семена мы также берем в пульверизатор, и мы также семена с пульверизатора чуть-чуть их увлажним. Мы не оставляем в сухом виде. Мы увлажнили семена баклажанов. Вот. Тут у нас вода. Закрываем просто сверху крышкой. Закрыли сверху крышкой, все. Наша растильная готова. Что дает прорашивание в таком состоянии? Во-первых, баклажаны теплолюбивые. Для их выращивания надо температура 23-25 градусов. На батарее у нас такая температура есть, может быть, даже выше. Вот этот слой воды, который у нас налит внизу, он будет постоянно впитываться нашей этой фильтровальной бумагой. Бумага впитывает, и наши семена не будут пересыхать. Значит, тепло, влага, воздух. Ну, тут надо через два дня все-таки приоткрывать эту крышечку, пролетривать семена и опять закрывать. И вот ставим на батарею и наблюдаем очень хорошо, удобно наблюдать за нашими семенами. Начали наши семена всходить, мы будем высевать их уже в нашей громкости. Это могут быть горшочки, это могут быть стаканчики. Как это у вас получается, как вас позволяют площади, на какую посуду рассчитывать. Так что прорашивать так семена очень просто. Ну и время от времени надо, конечно, подливать воду, чтобы держался уровень воды, чтобы вода не пересыхала. Вот. И как бы не очень много забот, не очень много хлопот, но очень хороший результат. Мы получаем всходы в таком случае уже на 14-й день. То есть мы практически в два раза ускоряем получение всходов. Ну, баклажан культура теплолюбивая. И вот тоже есть такая особенность баклажана. Ну, баклажан вообще, что если там, например, у перца появляется на 14-й день первые листья, потом начинает перец ускоряться в развитии, баклажан не ускорается. У него вылазит на 12-14 день пара листьев, он щадит. Потом опять вылазит следующий пара листьев, через 12-14 дней, и он опять щадит. И ускорить его нельзя. Это заложено в биологии растения. Поэтому даже рассада, которая, например, уже 3 месяца, имеет, как правило, где-то 7-9 листьев, не больше. Вот. Поэтому учтите этот момент. И первый бутон будет закладываться только не раньше, чем после 9-го листа. Конечно, их можно кормить, как любую культуру, их кормить, подкармливать. Но сильно баклажаны, вы так можете больше на рост растений, влияет не подкормки, а влияет температура. Если будет высокая температура, значит, баклажаны будут расти быстрее. Если температуры будут где-то около 20-ти или чуть ниже, 18-ти, значит, баклажаны будут развиваться ваши замедленно. Учтите этот вопрос. Потом дальше, обратите внимание, баклажаны развиваются медленно. Они никогда не полегают, не вытягиваются. Поэтому посевы баклажан начинаете делать как можно, можно раньше. Это надо сделать где-то уже до конца февраля месяца. Сесть баклажаны в марте бесполезно. Хотя и в пакетах написано. На пакетах написано, значит, тоже обращайте внимание. В некоторых пакетах написано. От посева до сбора плодово-технической спелости проходит 140 дней. Есть, конечно, фирмы, которые продают семена. Там написано. От высадки рассады до сбора урожая проходит 80 дней. И народ клюет. Вы поймите, что рассада баклажан должна быть 60-70 дней. Поэтому, если там написано 80 дней, добавьте плюс 70, то получатся те же самые 150 дней. Поэтому этот сорт никак не может быть ультра ранним, как разрекламировано. Это уже уловки фирм. Обращайте внимание на эти надписи, что там написано на пакетике. Ну и опять же, то, что надо заниматься математикой. Заниматься математикой, потому что если техническая спелость баклажан 150 дней, зрелость еще 20 дней, значит 170 дней. Если мы захотим баклажаны снимать 2 месяца, а это реально возможно, это культура, которая дает долгоплодоносие, значит нам, соответственно, надо где-то дней 240 дней. Надо, чтобы мы собрали урожай в теплую пару года. Поэтому мы и отшитываем. Отшита вы сами убедитесь, что баклажаны, чтобы собрать хороший урожай, надо съесть в феврале. А уже в марте вы соберетесь только первый сбор, потратите время, потратите, как бы, подоконники позанимаете, а урожай не соберете. А все за того, что вы опоздали с посевом баклажан. И по баклажанах тоже. Выращивая баклажаны, многие делают большую ошибку. Значит, баклажаны такая культура, которая любит, чтобы плоды часто срезали. Если вы будете часто срезать плоды, значит будут быстрее нарастать новые. Если плоды оставляете, они как бы начинают разрывать. И по аналогии с огурцами, они перестают плодить. Завязь останавливается в росте, они не растут. Учтите этот момент. Поэтому урожай зависит от часто сбора плодов. И по баклажану самое интересное, что плоды лучше не срезать, а срывать. Выкручивать. Выкручиваете плоды, и растения реагируют на это большим, большим, большим урожаем. Ну, посев баклажан как бы не представляет особых трудностей. И все эти помидоры, все эти перцы, точно так же делаем родочки, делаем или стаканы, если семена пророщенные. Высаживаем, высеваем по одному семянышку и выращиваем рассаду. Ну, развиваться медленно и подогнать сильно не можете. Но урожай хороший можете иметь. Хороший урожай баклажан будет в том случае. Значит, почему не добираемся урожай в открытом грунте баклажан? Вот, потому что баклажан любит, чтобы была теплая земля. А как создать теплую землю? Конечно, можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Можно накрыть спонбондом. Это тоже хорошие вещи. А можно сделать гораздо проще. Копаем траншейку на глубину лопаты и туда ложим зеленые сорняки. Благо, их уже в середине мая хватает вполне. Ложим сорняки, перерубаем их лопатой, засыпаем землей. И вот на эти гребни мы высаживаем баклажаны. Сорняки начинают гореть, выделяют тепло. И наши баклажаны развиваются очень прекрасно, растут. И вот в этом случае они дают хороший урожай в открытом грунте. Ну, многие, конечно, высаживают баклажаны в теплице, что, мол, южная культура. Вот это сделать я бы не советовал. Почему? Потому что в теплицах их любит колорадский жук и паучиный клешч. Если с колорадским жуком вы можете побороться, то с паучиным клешчом очень трудно. Вот, поэтому условия наши климатические позволяют выращивать баклажаны в открытом грунте. Создайте им теплый грунт и спокойно выращивайте растения, собирайте хороший урожай. До свидания, до встречи на нашем канале.